Привет дорогие друзья, сегодня у меня тема ролика достаточно нестандартной, я не люблю подобного вида роликов, я не люблю конфликты, я не люблю вот эти разоблачения, но сегодня реально тема коснулась меня и моего сайта и я хочу прояснить ситуацию, объяснить всем тем людям, которые повелись на одного человека, который снял разоблачение про мой сайт, я сейчас все по полочкам объясню и сразу хочу прояснить, ребят, такую ситуацию. Если вы орущие школьники, которые все равно останутся при своем мнении, не захотят сейчас слушать ролик до конца и все мои факты, все мои подтверждающие тому доказательства, что у меня все хорошо, а у этого человека, который записал про меня ролик не все гладко, то вы оставайтесь при своем мнении и можете смело отписываться от канала, я с вами спорить не хочу. Умные люди, которые захотят разобраться, послушать все мои факты, после этого пускай сделают какие-то выводы. Итак, ребята, я начну с того, что у меня есть вот такой вот сайт, у меня здесь продажа аккаунтов, открытие сундуков, естественно, многих привлечет к тому, к той теме, чтобы проверить мой сайт, а вдруг я тут кого-то кидаю, а вдруг я себе деньги тут забираю, ничего не выдаю, естественно, такие найдутся. И вот он нашелся, такой парень, вот его, ребят, канал, The Owls, я долго не хотел записывать подобный ролик, давать этому человеку пиар лишний, даже черный, неважно, но все-таки я решил записать, потому что, ну, нужно прояснить ситуацию многим, потому что многие коррекут у меня в комментарии, ты кинул одного ютубера, бедняга, вот у него ролик записал он, разоблачитель мой, записал про сайт мой. Вы можете пересмотреть этот ролик, я его с вами смотреть не буду, в общем, он у меня оплатил на сайте, купил пару сундуков, и, в общем, ему там, с одного сундука за 50 рублей ничего не выпало, а за другие сундуки у него не было, у него просто не вернуло на сайт и не крутилась рулетка. Он сразу сделал вывод, что я кидаю людей, что у меня сайт Кидалова, ничего выиграть на нем нельзя, хотя я хочу опровергнуть этот факт, вы можете зайти в мой паблик, я ссылку оставлю в описании, здесь есть отзывы о моем сайте, и люди, которые выиграли, и они здесь есть, их много, это неподкрученные комментарии, вы можете каждому из них написать и спросить, что они выиграли, кому они писали, как они получили приз, все, вы можете спросить у этих людей в отзывах здесь есть. Есть, конечно, люди, которые не выигрывали, возможно, они тоже будут бомбить, что мой сайт Кидала, но я сейчас, ребят, пройдусь по конкретным фактам. Итак, снова вернемся к этому человеку, который записал ролик про мой сайт, честно сказать, я очень смеялся, когда посмотрел его канал, он выдает себя за такого псевдоразоблачителя, и сделал себя такую персону, ребята, знаете, типа он выводит других на чистую воду, типа обманщиков, кидал, да, всех, а сами себя такой вот правильный, он хочет сэкономить ваши деньги, чтобы вы не тратились, или их на наших сайтах, там просто я у своих коллег тоже смотрел на разоблачение, проверяю магазин популярных ютуберов, и тоже мои коллеги занимаются продажей и многим другим на разных проектах, в том числе и сайтах. Вот, и этот человек сделал себе сейчас такую репутацию, в которой все ему верят, но я сейчас, ребят, вам покажу некоторые факты о этом человеке, который говорит, не тратьте, пожалуйста, деньги на этих сайтах у ютуберов, а покупайте, заказывайте буст у меня. Что ж, поехали. Итак, ребята, все началось с того, что некий Иван Комаров написал моему администратору и говорит, тот человек, который разоблачал ваш сайт, он меня кинул на деньги и на аккаунт. Естественно, мой администратор попросил разные пруфы, связался с этим самым человеком, сейчас я все переписки вам покажу. Итак, вот, ребят, первая переписка. Значит, я попросил сначала ВК этого Ивана Комарова, чтобы зайти с его страницы и показать вам все эти переписки, показать вам то, что этот человек уже находится в игноре. К сожалению, я сейчас пока доступа не получил, он не отвечает, как видим. Я запишу еще одну серию, потому что после этого еще люди потянутся, некоторые, которые тоже он кинул на деньги, и я запишу еще вторую часть. Сейчас такое, знаете, пока предыстория этого всего. Значит, вот он пишет, он меня кинул, ну, то есть мой администратор связался с ним, сразу он знал, что я ему напишу, и вот я пишу. Он тебя кинул, он пишет, да, ок, спасибо. Я говорю, что потом ролик запишу. Говорю, у тебя нет еще пруфов, что он еще кого-то обманул? Он говорит, меня обманул на 500 рублей, есть пруфы, что он пытался обмануть. Я сам покажу переписки. Говорю, отлично, предоставь мне эти пруфы, потому что нужно больше материала, чтобы это не казалось случайностью. Вот он скидывает еще человеку, некий Денис, я не буду палить его страничку, возможно, он этого не хочет. Он тоже попросил, скинь-ка, пожалуйста, какие-то пруфы, то, что тебя он развел. Иван скинул переписку, которую я сейчас вам, ребят, покажу. Этот человек, Денис, говорит, мне тоже так пытается развести. А теперь давайте перейдем к переписке этого Дениса с этим вашим разоблачителем Ивана. Итак, ребят, вот переписка, значит, пишет он, хочу купить аккаунт. Иван отвечает ему, какой? Десятый левел, продал? Он нет, вот деньги на Киеве, вот номер пишет, он пишет, ок, 5 минут, все, жду. А дальше начинается игнор. Иван, кидок, что так долго, делаешь обзоры на Кидалова, сам кидаешь, кидок, кидок, я на тебя в полицию подам, ну, это все понятно, детский лепет, то, что там, полицию, заявление. Ну, сам факт, что он ему перестал отвечать, смотрите, я просто, правда, деньги потерять не хочу, у меня ДР давили там, ну, в общем, он начинает на жалость давить, человек его просто игнорирует. После чего, теперь, ребят, мой администратор также связался с этим разоблачителем, в кавычках, а что покидало? Нормально людей на Аки кидать? Он ему задает вопрос. Этот в недоумении, типа, знак вопроса пишет. Мой администратор скидывает переписку, вот, ту, которую я вам только что показывал, скидывает чек оплаты за аккаунт. Ребят, 10 легендарок, да, или какой, 10 уровень, он заплатил 500 рублей, смешно очень. Он пишет, у меня 2К сообщения, я не успеваю читать. Мой администратор пишет, ну, да, деньги брать успеваешь, а 2К сообщений не успеваешь подсчитать. Я здесь, ребят, остановлюсь, да, в принципе, сообщение дело такое, мы тоже иногда не успеваем, у нас большой наплыв покупателей, и мы не можем всем ответить, поэтому я соглашусь с тем, что если много сообщений, ты не успеваешь всем отвечать. Но тут есть одна несостыковочка. Он разоблачал еще один сайт, и вот он спалил свою страницу, ребята, это скрин с его канала, это не фотошоп, вы можете найти у него на канале. У него, ребят, на скрине 35 сообщений. Мне интересно, где эти 2000 сообщений, на которые он, как бы, упирается и не успевает всем отвечать. То есть он уже нагло врет, и вот по скринам и по перепискам можете это видеть. После чего, естественно, он моему администратору ничего больше не ответил, хотя он ему задавал вопросы, и также по моему сайту я хочу еще более детально вам, ребят, прояснить, кидаем мы людей на деньги или нет. Ребята, я сейчас вам скажу такую вещь. На сайте есть сундуки, рулетка, это процент выигрыша, то есть вам может повезти, может не повезти, там нету 100% гарантии, чтобы вам выпадет тот аккаунт, да. Чем дешевле сундук, тем меньше шанс. Это логично, ребята, но естественно, что вам не будет за 50 рублей падать сундуки, сундуков, там, гемы, там, по 1200, аккаунты 10-11 уровней, хотя шанс есть, люди выигрывали, и отзывы в группе моей есть, к тому доказательство. Чем дороже сундуки, тем больше, конечно, шанс выигрыша. И тот момент, где он оплатил деньги, они как бы снялись с его счета, но на сайт не вернуло, и рулетка не крутнулась. Ребята, это, это просто, я, это тройной фейспалм, меня это так бомбануло. Я понимаю тех людей, школьников, которые, ну, не досмотрели мой ролик, им лень слушать все, что я рассказываю, как правильно покупать. Но этот человек взялся разоблачать, взялся проверять мой магазин, и не досмотрел мой ролик, пошел открывать сундуки. И я говорил, очень четко, я еще скину ссылку на свое видео, где я это говорил и объяснял, что, если вдруг будет какая-то красная табличка, и вас перекинет на сайт Киви, да, это происходит из-за того, что перегруженная полутерная система в прикаса. Из-за этого может не быть отката обратно на сайт мгновенно. Нужно подождать, ну, от силы минуты две. Он не подождал, он обновил страничку и сделал вывод, ваш сайт кидалово. Ребят, это, на самом деле, реально смешно, я смеялся с него, я пытался написать в комментариях, доказать другим людям, что это не кидалово, это он просто сам виноват, что такую ошибку сделал, я объяснял, четко объяснял. И вот даже люди ему в комментариях под роликом писали, айс, извини, но ты даун, не надо было перезагружать сайт, тогда он был перенагружен, напиши Артему Быкову, это мой администратор, на которого я ссылку оставлял, этому, и напиши ему, что ты купил, я так делал. Люди, да, реально, если какие-то были ошибки, и это не по нашей вине, по техническим каким-то неполадкам с сайтом, ребята, это первый опыт, это первый сайт, естественно, могут быть какие-то несостыковочки, но мы никого не игнорим, честно, не кидаем, со всеми разберемся, у кого-то что-то не открылось, ошибка какая-то, ну, случайно человек обновил, не дождался, да, по его же вине, но мы разбираемся с этим, и да, мы тоже не отвечаем вовремя, но мы отвечаем, у нас тоже большой наплыв сообщений, но мы отвечаем в течение, там, суток, все сообщения разгребаются потихоньку. Поэтому этот человек сделал поспешные выводы, но больше всего меня добило то, что я нашел много комментариев под его видео, где люди писали, что он кидает людей на деньги, на аккаунты. Естественно, комментарии подчищает, и я не успел связаться с теми людьми, но, ребята, если вы смотрите этот ролик, и вас этот человек тоже кинул, пожалуйста, предоставьте мне пруфы, переписки, потому что я готовлю вторую часть еще по этому человеку, который некобы правильный и переживает за ваши деньги, чтобы вы не повелись на, там, сайты ютубера, вас не обманули, в то же время берет и нагло людей разводит на деньги. В общем, ребят, этот человек не тот, за который он себя выдает, он это сделал себе такую репутацию, а сейчас потихо ему подчищает с вас деньги, просто ловит хайп на это. И в каждом, ребят, ролике он в начале видео рассказывает про свой буст, про свой аккаунт, навязывает вам покупать у него, а не у кого другого. И это такой, знаете, пиар-ход, такой неплохой, маркетинг-ход, точнее, я бы сказал. Других он обсирает, все кидало вокруг, возможно, он где-то сайт какой-то и нашел, да, который реально кидает людей на деньги. Но в данном случае про мой сайт он совершенно не прав. Я понимаю, что у нас не идеальный сайт, у нас нету личного кабинета, у нас с оплатой этот геморрой, это фрикаса тоже зависает, бывает. Но я, ребят, пытаюсь с этим, как бы, разобраться и настраивать сайт как можно лучше, мы работаем над ним каждый день, и клиентов обслуживаем мы нормально, нету такого, как он говорил, мы кидаем кого-то. И почему-то он сам не написал администратору после того, как выиграл, да, точнее, у него рулетка не крутнулась, он не написал администратору, на которого я ссылку оставлял, и не сказал, что у него такая проблема. Я уверен бы, что мы, естественно, с этой ситуацией разобрались, но он сделал поспешные выводы. И многие люди поверили ему, и ведутся до сих пор, и я уверен, что даже после этого ролика будут орать, да, меня этот холдик тоже кинул, у меня на сайте там что-то было, я не знаю, я просто не знаю, что может быть и так. Я уже все разжевал как можно, как открывать сундуки, что здесь выпадает, какой процент лута, как правильно оплачивать. Ссылку, естественно, я оставлю на ролик в описании, инструкцию, как открываются у нас сундуки, что, сколько стоит, как эта вся система работает. Внимательно смотрите, и таких проблем не будет. Итак, ребята, я попал на страничку этого Ивана, которого кинули на деньги, и вот я вам сейчас показываю переписку. Хочу купить аккаунт, какой, 10-й левел, ну все, что я показывал, вот номер, он скинул ему данные. И смотрите, ребят, полный игнор, все, Иван кидок, что так дорого, почему, вот, короче, куча всякого спама, а в конце, ребята, вы не можете больше отправлять этому сообщению, точнее, вы не можете отправлять больше сообщения этому пользователю, поскольку он ограничил круг лиц. И давайте перейдем на его страничку, ребята, а он кинул его в игнор. Ну как же так получается, этот человек, блин, вам открыл глаза на мой сайт, на другие сайты, но в то же время сам кидает людей в ЧС. Ребята, я, в общем, по факту так сумбурно рассказал, показал, делайте выводы сами, в общем, верить тому человеку, который ноунейм пришел из ниоткуда, и все ему верят, да, или верить мне, когда я строил свою репутацию очень долго, и на канале уже целый год, и могу, естественно, ответить за свои поступки, которые проходят там в связи с продажей, покупкой буста или покупкой на сайте моих сундуков. Естественно, я не идеален, у меня тоже были косяки с моими клиентами, но я их как-то вырулил. Этот человек просто взял деньги и кинул человека в ЧС. Все, ребята, такое вот было короткое видео, не знаю, сколько оно уже длится, в общем, будет еще скоро вторая часть, и повторяюсь, кого этот человек кинул тоже на деньги, либо на аккаунт, обязательно пишите мне. Я еще одну сниму серию, на этом буду с вами прощаться, в общем, еще раз говорю, делайте выводы и сами решайте, кому верить, кому нет. А я за свой сайт ручаюсь, и на нем можно играть, открывать сундуки, и можно там выигрывать. Там 100% гарантия, что вас не гинут. На этом буду прощаться, все ссылки полезные будут в описании, до новых встреч, ребят, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok